МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня христиане отмечают праздник иконы «Неопалимая Купина». Молебен отслужили и в региональном управлении МЧС. Спартакиада полицейских. Стражу порядка выявили лучших в соревнованиях по стрельбе из стабильного оружия. Ну а теперь об этих и других событиях более подробно. В Рязанской области наблюдается подъем заболеваемости вирусными инфекциями. Об этом сообщают специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Впрочем, врачи отмечают, что это не эпидемия, а сезонное явление. На сегодняшний день случаев заболеваний гриппом зафиксировано не было. Но количество людей, заболевших острыми респираторными заболеваниями, увеличилось. Это, по словам специалистов, связано с началом учебного года. Но несмотря на то, что угроза эпидемического подъема гриппа ожидается в нашем регионе лишь к началу января, обезопасить себя от вируса необходимо уже сейчас. Сейчас очень хорошее время, как раз хорошее время для вакцинации против гриппа. Сейчас в наш регион уже пришла вакцина, поступила детская, гриппол плюс. Поэтому мы начали прививать уже маленьких детишек, которые в детские сады ходят и которые ходят в школы-школьники. Могу сказать, что уже вакцина пробированная, и мы уже прививаем не первый год ей. И что сейчас бы хорошо было привиться, потому что где-то примерно 2-3 недели надо для того, чтобы сформировался иммунитет у человека. Но пока взрослая вакцина в регион не пришла. Но уже до октября она должна будет поступить. Поэтому люди об этом должны подумать о себе. А если, например, какие-то организации имеются коммерческие или что, то сам руководитель должен позаботиться о своих работниках и закупить вакцину и привить своих работников против вируса гриппа. Не стоит пренебрегать и иными способами профилактики заболеваний. Никто не отменял здоровое питание и укрепление организма. Также не помешает заранее заполнить свою аптечку самыми необходимыми препаратами и витаминами, пить больше ягодных морсов и запастись медом. Но привиться, несомненно, нужно. Тем более, что в последние годы грипп, как вы помните, у некоторых людей протекает очень тяжело и без последствий не проходит. К другой актуальной теме, а именно торговле алкоголем. Сейчас в федеральных средствах массовой информации идет весьма активное обсуждение предложений общественной палаты России поднять допустимый для продажи алкоголя возраст с 18 до 21 года. Об этом сообщает газета «Известия». По мнению авторов законопроекта, 18-летний человек не в состоянии принять осознанное решение в вопросе употребления алкоголя. И поэтому приобретать спиртные напитки должны люди лишь старше 21 года. Как вы считаете, возможно, в скором будущем алкоголь будут продавать не с 18 лет, а с 21 года? Как считаете, хорошо это? Очень хорошо. Ну, я равнодушна к алкоголю, мне хватило вообще не продавать. Нет, 18 лет рано еще, что если будут продавать. А надо все-таки с 21. Наверное, вообще его лучше не продавать. А тебе сколько лет? Мне 19. Не покупаешь? Нет, я не употребляю ничего такого. А возможно, в будущем алкоголь будут продавать не с 18, а с 21 года. Как считаете, это вот хорошая идея? Ну, наверное, да. А почему? Чем позже, тем лучше. Я согласна. Я против, чтобы никто не пил. Молодежь тем более. Я за это. В общем-то, подобные предложения от общественной палаты вносились и раньше. Однако депутаты Госдумы отклоняли подобные законопроекты. Тем не менее, меры по ужесточению продажи алкоголя продолжаются. В конце августа депутаты Рязанской областной думы приняли поправки в закон, запрещающий отныне работать рюмочным в жилых домах. О том, как это решение повлияло на ситуацию с расплодившимися псевдокафетериями и мини-барами, расскажет Оксана Тебенихина. Еще в конце августа в регионе был принят закон об ограничении распространения алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и пристройках к ним. И неудивительно, такие меры необходимо было принять уже давно. Ведь жителям таких домов приходилось ежедневно наблюдать не самую приятную картину, героями которой становились завсегдаты из-за бегаловок. Они шумели, дрались и дебоширили, не давая гражданам спать и спокойно передвигаться по жилому сектору. Мы также предусмотрели исключить возможность недобросовестного перепрофилирования из баров в кафе и рестораны, которым сегодняшним законом разрешено продавать алкогольную продукцию. Ограничивается это определенным требованием к их торговому залу. Там необходимо иметь 8 столиков, 32 посадочных места. Таким образом, мы считаем, что обращения граждан в данном случае нашли свою реализацию в приведении законопроекта к более жесткому регулированию продажи алкогольной продукции. Спустя почти месяц после принятия закона многие подобные заведения были закрыты. Ну а если в вашем доме до сих пор располагается рюмочная, ее от кафе или ресторана отличить несложно, то вам необходимо сообщить об этом по телефону горячей линии для приема обращений граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций по вопросам соблюдения федерального и регионального законодательства в части, касающейся требований к розничной продаже алкогольной продукции. Номер телефона горячей линии – 403 единицы. Стали известны итоги вчерашнего судебного заседания в Октябрьском районном суде. Там, напомним, огласили приговор бывшему начальнику Рязанской наркополиции Игорю Туровскому. В среду, 17 сентября, Октябрьский райсуд Рязани приговорил генерал-майора Игоря Туровского, занимавшего должность начальника регионального УФСКН, к 8,5 годам заключения и рекордному штрафу в 420 миллионов рублей. Суд признал его виновным в получении взятки. Октябрьский районный суд города Рязани признал гражданина Туровского виновным по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 420 миллионов рублей в доход государства. Также суд лишил подсудимого права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях, сроком на три года. Бывшего начальника Рязанского наркоконтроля признали виновным в получении взятки в 6 миллионов рублей. Суд посчитал доказанным, что Туровский получил взятку за то, что пообещал прекратить уголовное преследование бизнесмена Алексея Рощупкина, попавшегося на продажу наркотиков, и снял арест с его счетов. Алексей Рощупкин действительно вышел из СИЗО и потом стал основным свидетелем обвинения уже по делу генерала ФСКН Туровского. Суд лишил осужденного медалей, а также оставил его без звания генерал-майора полиции. Размер штрафа стал рекордным для осужденных силовиков. В свою очередь, защита Туровского называла приговор незаконным и необоснованным и пообещала обжаловать решение суда. Также защита осужденного Игоря Туровского признала, столь крупной суммы у него никогда не было и не будет. Сегодня православные христиане отмечают праздник в честь иконы Божьей Матери Неопалимой Купина. Святыня известна на Руси еще с 14 века, и известна она как великая защитница от пожаров. Под ее покровительством находятся и те, кто помогает бороться с огнем, то есть профессиональные пожарные. Сегодня на территории регионального управления МЧС отслужили молебен в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина. В 2002 году с благословения Рязанской епархии на территории регионального управления МЧС России была построена и освящена часовня в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина. С этого времени рязанские сотрудники МЧС ежегодно участвуют в рождествах в честь этой иконы. В 2010 году в страшное лето, когда огнем были объяты леса Рязанской области, вместе с пожарными боролись с огнем и священнослужители. Проводились молебны о горячей территории, облетал самолет с чудотворными иконами на борту. Возможно, это и совпадение, но когда самолет с образами облетал горящие леса, чрезвычайную ситуацию удалось переломить. Ну, на горе Синаи пророку Моисею был явлен Неопалимый Куст Купины, что является символом Пресвятой Богородицы, потому что куст является нашим человеческим естеством, а Незгораемость – это символ божества, огня, Бога. И соединение этих двух вещей, то есть Матерь Божия родила Спасителя и осталась при этом Девы, Неопалилась божеством, приняла в себя божество. Это такой древний символ, который был обозначен на иконе Неопалимой Купина. Празднование в честь иконы Божьей Матери Неопалимой Купина прошло в минувший четверг у часовни на территории регионального управления МЧС. Здесь состоялась праздничная литургия, которую провел настоятель Никола Царского храма, отец Игорь. На службе присутствовали сотрудники регионального управления. На этой неделе учащиеся девятых классов, которые показали неудовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации, повторно сдавали ГИА. Около сотни человек написали экзамены по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Накануне работники регионального министерства образования подвели итоги сдачи ГИА для девятых классов. Девятиклассники, не сдавшие государственную итоговую аттестацию, которая является аналогом ЕГЭ, этой осенью имели возможность пересдать экзамены. В сентябре в Рязанской области прошел дополнительный период аттестации. 7 сентября состоялся экзамен по математике, который сдавали 88 учеников. По результатам проверки все участники получили удовлетворительные оценки. 14 сентября состоялась пересдача экзамена по русскому языку. Всего в сдаче данных экзаменов у нас принимало 98 человек. Но это разные категории. Это, во-первых, непрошедшие государственную итоговую аттестацию учащие и получившие во время государственной итоговой аттестации неудовлетворительные оценки по более чем одному из предметов. Ранее ребята, написавшие ГИА для девятых классов на два, имели все шансы остаться на второй год. Теперь же есть возможность подтянуть предметы, сдать экзамены и продолжить обучение в школе. А в конце сентября выпускники школ пересдадут единый госэкзамен. А у рязанских полицейских продолжились соревнования в рамках служебной спартакиады. В программу ежегодного турнира входят служебно-прикладные дисциплины, по которым стражи порядка и выявляют сильнейших. Для того, чтобы рязанские полицейские не теряли своих профессиональных навыков, уже традиционно каждый год проводится полицейская спартакиада. Накануне состоялись соревнования по стрельбе из стабильного оружия и служебному биатлону. Борьба за призовые места была бескомпромиссной и очень напряженной. Полицейские показали высокие результаты по стрельбе из стабильного оружия. Также сотрудники правоохранительных органов посоревновались в летнем служебном биатлоне. Полицейские пробежали полуторакилометровую дистанцию и отстреливались на двух огневых рубежах из пистолета Макарова. Сегодня проводились соревнования в зачет спартакиады Управления Министерства внутренних дел Паризанской области. Соревнования были по стрельбе из боевого оружия и летнему служебному биатлону. В соревнованиях приняла у нас 21 команда. Ребята показали достойный, хороший результат. Это большое, так сказать, первенство соревновательное было в стрельбе из автомата. Разница в победителе и призере – одно очко. В пистолете – то же самое, разница в одно очко. По словам организаторов соревнований, с года в год в этих состязаниях сотрудники полиции показывают хорошие результаты. Победители, выступавшие на первенстве у МВД по стрельбе из стабильного оружия и служебному биатлону, были поощрены дипломами и памятными призами. И это был заключительный видеоматериал нашего сегодняшнего выпуска. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет директор Центра гематологии, онкологии и иммунологии при Рязанском медуниверситете Валерий Демихов. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин